Сегодня, особенно для форума МиксМаршалАртс.com, мы приготовили интервью с Романом Зинцовым, прорывающим русским МиксМаршалАртс-файтером. Первая вопрос от форума – «Какая твоя рутинность, когда тренируешься в борьбе?» Роман, скажи, с чего состоит твой обычный тренировочный день? Здравствуйте. Тренировочный день, если это не сбор. Обычно это вечерняя тренировка, которая включает в себя кросс и борьбу в борцовском тренировке. И вечерняя тренировка, которая включает в себя кросс и ударную тренировку. После каждой тренировки в ОФБ 10 часов, то есть утренняя часа полтора, вечерняя – два часа. После тренировки? Нет, после тренировки в ОФБ. Утренняя тренировка полтора часа вместе с кроссом и борьбой. Вечерняя – два часа. Моя навсегда тренировка полтора часа и странировка в середине. После двух тренировок я имею в виду физические тренировки. И еще ничего не особенного о этом нечего. Как ты психологически готовишься к боям? Ну, вообще, я чувствую себя устойчиво в боях во время моих тренировок. Если я уверен, что я много тренировал, и больше, чем моим противоположным, то нет ничего плохого в моей ситуации. И, в самом деле, это очень просто. Вы просто должны тренировать, и тренировать как можно. Я еще отвечу дальше. На исход поединка очень сильно, очень сильно, помимо физической тренировки, играет мотивация. Если есть мотивация, то все получается. Эта мотивация должна быть высокая. Для меня это не деньги, не слабо. Это другая мотивация. И, по-моему, результаты этой мотивации очень сильно зависит от твоей мотивации. Может быть, это важный момент, потому что денег нет мотивации для меня. Это не так. Вы хотите приехать в США? Может быть, в страйк-форсах? Ты бы хотел участвовать в американских, в североамериканских чемпионатах? Может быть, страйк-форсах? Да. Я уже говорил о многом интервью. Я полгода брал перерыв на то, чтобы восстановить свои, залечить свои травмы, восстановить психоэмоциональные нагрузки. То есть, чтобы появилось желание драться. И, в принципе, я нахожусь в хорошей форме. Я постоянно тренировался, залечивал все свои травмы. И сейчас я полон желание и у меня есть мотивация для боя. Поэтому я, конечно, буду рассматривать предложения. Для меня не важно, где драться. Важно. Важно драться. Конечно, я бы хотел 6 месяцев, чтобы восстановить все мои прошлые травмы. Я был подготовлены mentally и физически. Я очень сильный тренировался. И у меня очень большой волос и мотивация, чтобы начать бороться в турниках. Это не очень важно для меня, чтобы бороться в турниках. Это более важно для бороться в чем-то. Это не очень важно для меня. Как прошло твое детство? Я не был друг, наверное. Детство было, как и у многих мальчишек. Я родился и жил при Советском Союзе. Мы воспитывали нас на патриотизме, на здоровых отношениях к между людьми и здоровом образе жизни. Поэтому я был обычным мальчишком. Много играл, много двигался, тренировался. И хотел, любил и хотел быть защитником своей страны. Я был очень обычным мальчишком. Ничего особенного. Я родился во время Советского Союза, когда определенные волосы превалили, как патриотизм. Я работал очень здоровым. Я играл очень много, я двигался очень много. Я был очень двигатель. И, на самом деле, я хотел стать защитником моей мамы. Почему ты решил начать заниматься в ММА? Если коротко, это тот вид спорта, который позволяет развить именно бойцовские качества и проявить себя как бойца. Здесь в минимум ограничений ты можешь проявить себя как боец в общем широко. Для того, чтобы выиграть, ты должен обладать определенной харизмой, определенным своим стилем. При этом ты должен уметь биться как в стойке, так и в партере, в борьбе и в ударной дисциплине. То есть это наиболее реалистичный вид спорта, который наиболее близок к реалистичному политику. Это важно для мужчин. Я хотел создавать свои боевые силы и показать себя как бойца. В общем, ты должен иметь большую харизму, много различных, очень разнообразных способностей, как стандартные способности, в борьбе. Это, возможно, это типы в ММА, где я могу показать себя как лучший борьб, в большинстве. Да, конечно. Ты никогда не был уничтожен или уничтожен, либо Федором или Александром в тренировке? Во время тренировок были какие-нибудь нокдауны или нокауты Федором или Александром и Емельянином? Конечно, я должен сказать, что когда мы тренируемся, мы тузили друг другу и хорошо, поэтому после работы с Федором, с Александром, с другими противниками чувствуешь себя гораздо легче. Процесс тренировки все просто дальше, конечно. Травм больше, чем во время управления. Ну, кто сбил?